День добрый, дорогие мои! Продолжаем катать EvoTrax Vultra 2 версия 1.47. С вами Олег Драйвер, давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит? Где я нахожусь? Нахожусь я по пути в Будапешт, в Венгрии. Вот туда дальше поедем и где-то там будет Будапешт. Так, что у нас еще интересного везу из Хорватии? Вот такую точилу. САУ китайская. По-моему PLZ 05. Вот такая здоровенная бамдура. И даже не маскируясь, везу ее прямиком в Россиюшку. И если вы обратили внимание, я поменял мод Золотая осень. Предыдущий мод, который у меня стоял здесь. Ну да, красивый, нормальный, прекрасный. Но есть по нему кое-какие вопросы. Посмотрим вечером, что при закате здесь у нас солнышко как покажет, да как оно садится. Так, тут все хорошо, все нормально. В предыдущем моде было некоторое несоответствие. В плане того, что небо было летнее, по восходу, по местоположению зарева, по закату. А солнце как вставало утречком, так и садилось вечером совсем в другом месте. Этот диссонанс некоторым образом раздражает. Посмотрим, как сейчас. Хотя этот мод я уже использовал, у меня был. Этот мод я взял в мастерской в стиме. Подписался на него. Так, ну что ж, друзья, у нас Петербилл 387 с дизелем CATC 15 500 лошадиных сил. Его можно накрутить до 600, что я в последующем чем и планирую сделать. Дизель состыкован с 18 коробкой ИТТОН. Так, вес груза 35 тонн. Вот это мать ее квартира. Ключ на старт. Так, здесь ничего хорошего тут не было на этой стоянке, там только снеки продают. Значит, ну у меня все, все у меня с собой имеется. Так, покушал, хорошо покушал, сварил рыбный супчик. Там он быстро варится такой. С картошечкой, с тунцом, рис, лучочек. Горяченького поел. Все, можно отправляться. Сварил буквально вот на это самое, на один раз. Что там, по 10 раз там. Будьте внимательней на дороге. Так. Зеркало. Так, все, я готов. Ну, с Богом. Посмотрим, что из себя представляет этот мод. Тралл некоторым образом нестандартный. Очень широкий. Обычно таких траллов широченных нету. А для широкой какой-то техники, для военной, для какой-то негабаритной, там другой техники, всегда вот таких траллов есть. Двигайтесь прямо. Расширители. Да, да, да. Вот и у этого тоже есть расширители. Да, вот видишь, треугольники вот эти вот. Они поворачиваются, и на них кладутся такие досочки крепенькие, толстенькие. И все, любой негабаритной технику. Я считаю, что это чисто ошибка самой модели мода. Тот, кто его изготавливал, этот мод, именно вот этот прицеп, не мод, а прицеп, то ты хорошо обосрался. Так, что тут такое? Тихо, 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 тихо. Так, что тут как-то все по тормозам и... Все, 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 еду нормально. Ну, этот мод тоже ничего такого нормального, да? Осценный. Предыдущий мод был более яркий такой. Так, а ты сможешь обогнать вот этого товарища? Тапочек-то в пол держишь, 500 лошадей, 35 тонн. Но ехать близко к нему я тоже не могу. Если он неожиданно тормознет, сто процентов я в него въезжаю, я не успеваю затормозить. Поэтому, раз невозможно держать дистанцию, а мы хотим обогнать. Так. Ну, давай, 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 все, погнал, погнал, красавчик. Слушай, Вася, давай, пошла жара. Анексия. Интересная компания. Ого, львов это ботается, а? Вот Волючка. Ботается как, а? Так, давай-ка поаккуратнее. Так, поедем пока с этим модом, посмотрим, как вечером будет закат, как солнышко будет садиться и сравним местоположение. Прямо. Прямо. по этому траку, конечно, много, но... Тихо-тихо, ёб твоё. Вот же ж падла Да Бывают Моменты Когда панперсочек Приходится поменять Дети твои Почти две тысячи Километров валить еще Держитесь правее Затем съездь справа Подпирать мне сейчас Никто тут не будет Главное Аккуратнее Ну здесь Изгиб нормальный Такой Нафиг делать Такие крутые повороты Чтобы С прицепом Заехать невозможно А есть прицепы И подлиннее Держитесь правее Затем Съездь справа Съездь справа Съездь справа С такой серьезной Машиной Как этот Петруха А есть еще Более классичные Траки Так вот С таким автомобилем С таким Траком Как этот Такими Разберами Надо быть Максимально Серьезными Максимально Осторожными И это Тут Тебе Не это И это Тебе Не это И это Тебе Не то И не шутки Никакие Тут Понимаешь Языком Привыкли Где попало Тихо 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 Не понял Бежит У нас Прямо Чем Навигатор Как-то Маленько Застеснялся Нормально Вроде Все По яркости Чем Бледнючий Какой-то Нет А? Тут Нормальный Что Как-то Осенний Мод Так Влияет На Эту Бледнючесть Простите Простите Все Все Больше Так Не буду Наверное Котей Котейка Мы не хотим доедать? Время 5 час. Ну, в целом, этот мод тоже хорош. Может быть, он чуть менее ярок, чем предыдущий осенний мод. Но... Тоже неплохой. Видите, все моды, кстати, ребята, есть в свободном доступе. И на ST-мод. Что-то евротрек-симулятор 2, там, ру, что-то такое, как так называется, ссать не поможет. Так, значит, по модам иногда вопросы вы, друзья, задаете. Роуд-адвизор переехал у меня полностью наверх. Могу в таком режиме его держать. Могу вот так вот. На мой взгляд, это удобно, потому что много раз вы говорили, что-нибудь придумай. Навигатор поставь, перемести этот адвизор справа внизу куда-нибудь на его нафиг. Вот, пожалуйста, он наверху торчит. Ничего никому не мешает. Мне с ним удобно. Штатный навигатор здесь на Петрухе стоит. Слева. Слева на лабоше вверху. И заодно зеркала с этим модом. Роуд-адвизор. Там, как называется, роуд-адвизор вверх. Что-то такое там с маленькими зеркалами. Тоже на ST-мод есть этот мод. Заодно, да, этот мод еще уменьшает зеркала. Как слева, так справа. Нете настоящих зеркала. А, вот эти. Вот эти, да, слева, справа. Так, ой, я смотрю. Солнышко-то совсем к закату. Ах, облаков жалко, нету. С облаками прямо вот, если есть какое-то несоответствие по восходу, по закату. Прям вообще четко видно, где солнце встает. А где в другом месте облака подсвечены. Закаты были восходящим солнышком. Так, да, сегодня надо заправиться. Ну, сейчас еще очень рано. Время, шестой час. Надо еще поработать. Поработать. Раненько нам на боковую, раненько ушел. Так, что у нас по местоположению? Где мы сейчас-то? Так, а еще по Венгрии иду. Ага, понятно. Ничего пока нету. Ничего пока не проявилось. Где, что, куда подевалось. Давай, давай, давай. Проявляемся, я. Так, подождем. Так, все проявилось. Значит, сюда проезжаем. Дальше сюда, сюда, сюда. Здесь вкусненькая дорожечка. Кошицы. Кошицы. Так, а кошицы это у нас... Ну, вот сейчас у нас идет Венгрия. Потом... Основение. Потом через Польшу, Беларусь и Россию. Так, ну поехали еще. О, вот смотри. А сейчас, что произошло? Навигатор вообще прям яркий такой стал. А тут бляднючий такой, сука, был. Что-то непорядок какой-то. Непорядок. Понимаешь. Это что у нас, 3 градуса по Цельсию? Да нифига себе в Европе. В золотую осень плюс 3 всего. Хо-хо. Да, ребят, походу, в этом году Европа померзнет. Ну, говорю я бы это безо всякого удовольствия. Я был бы последним садюгой и маньяком, если бы я сказал, что, а, хорошо, Европа померзнет. Тот, кто все-таки у тюрьмы устроил, он не померзнет. У него денег, поверьте, хватит. Держитесь правильнее. Затем съезд справа. На хер вот у чудров и на все остальное. Мерзнуть будут, как обычно. Съезд справа. Как обычно простые люди, простые граждане, которые хотели бы, чтобы все было хорошо, но всегда есть но. Прям узенький такой коридорчик, да? Ну, не настолько, что прям совсем, вот если бы по белым линиям был бы забор какой-то, вот отбойники, это было бы проблематично. Так, секундочку. Ну, в римочке-то уж совсем хорошо. Ну, я так и маленький прикидывал, что где-то примерно вот до сюда сейчас доезжать. Сейчас будем смотреть, либо здесь, либо здесь на заправочку. Ну, у меня, как всегда, беспокойств, где мне покушать и как мне отдохнуть. У меня нет, у меня все в порядке. Огроменные хоромины. Чаек, кофеек. Все, что необходимо мне. Все у меня... В этом траке все у меня имеется. Да, ближний, конечно, здесь на Америке светит. Так, что только ленивый не поругает. Резко потемнело, очень быстро. Ничего пока не понятно было, вот утром будет видно, если облачность будет, будет видно, как солнышко встает. Но нет, не поймем, не разберемся. Значит, еще день проедем с этим модом. Ну, тот мод, в целом, он как бы неплох, но есть в нем какая-то ненастоящность, игрушечность. Да, он яркий. Сейчас подъезжаем. Либо где-то здесь встаем. Либо на заправку заедем. А я хотел, кстати, топливо подзалить. Так, заправка и остановка чуть дальше. А, это у нас... И это навстречки, да-да-да, все, понял. Вот здесь. Нам направо тогда сюда. Да я уж куда медленнее, 34 километра в час, да тут свободно все, ёперный театр. Вот мне еще как ехать надо будет, чтобы... Чтобы вообще тебя... Так. Вопрос, конечно, интересный. Ищу новый маршрут. Так. Не, ну, я вижу эти вот бачочки, сука, а тут-то его нету, что ли? Давай-ка пока... Какая-нибудь падла. Не подъехала сейчас мне. Ну, блядь, точно, сука, справа нету. А мне потом надо как-то вставать на парковку. Заливаем до полного. А, вон, слева. Ах ты что, удивись, мне надо было вставать, а справа, слева надо было вставать. Чтобы мне вот там слева вставать, вон. Там-то негде. Так, секундочку. Так, малеха, я... Малеха, я не подрассчитал. А что опять вот, смотри. Так, ну-ка, выйдем. Так, снова зайдем. Двигация какая-то опять темная, в рот бы ее компот. Так, давай-ка теперь тогда... Хорошо, никого нету, а? Да, я тут такие визеля выписываю. Да, нет, нормально вроде все. Вот, очки, парковочка. Все, встаем на место без 28. Ну, тут пипец, слушаю, парковка теснее тесного. Офигеть, а вот... Нет, проехать-то можно, но смотри, вот, да, вот. Если кто-то заправляется, вот встает на том месте, где вот я сейчас проехал. То как ему сюда выезжать? Это ему сначала придется назад. Чтобы потом как-то перестроиться чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Но парковка, конечно, тесная. Очень даже тесненькая. Но нам можно еще... Малеха, вперед. Вот, как-то так все. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылке под этим видео. На мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скрингов по Евротрак, по Америке и по суровой России. Заходите, добавляйтесь. Вам не трудно, мне приятно. Да, заодно еще и вам интересно. Кто любит скриншоты по Европе, по Америке и по суровке. Вот, как-то так. Ну что ж, друзья, следите за моим движением. Как я проеду всю Европу с этим незамаскированным САУ ПЛЗ-05 китайского производства. Да как проеду? Да нормально проеду. Всем вообще здесь пофиг. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся. До новых волнующих.